Экс-сенатор России, предприниматель Митинад Фархад Ахмедов опубликовал в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» статью, посвященную недавнему выступлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, от которого долго-долго ждали прорыва в Нагорно-Карабахском урегулировании, наконец-то сделал решающий ход. На своей недавней пресс-конференции он зачитал из какой-то неназванной им газеты принципы карабахского урегулирования, на основании которых, как утверждал, вели переговоры его предшественники. После этого он предложил всем кандидатам на пост президента, не признанного никем Карабаха, высказаться по отношению к этим тезисам. Тезисы, кстати, были известны и без этого, поскольку основаны на опубликованных более 10 лет назад мадридских принципах посредников из ОБСЕ. Так зачем Пашинян это столь драматично представил? Зачем затеял этот гамбит? Неужели, чтобы поддержать каких-то своих кандидатов, назначенных на 31 марта в выборах президента непризнанной республики? Зачем? Ведь поддержка там Пашиняна невелика. Получается, главная его цель касается принципов урегулирования. Даже его предшественники, которые обладали в Карабахе огромными возможностями, годами не решались представить эти принципы на обсуждение своих соотечественников, тем более без подготовки. Так что главный итог его выступления может быть только в том, что мадридские принципы будут раскритикованы и в итоге похоронены. Их судьба завершится заявлением Пашиняна «Народ не поддерживает, не могу идти против народа». Что тут смогут ответить сопредседатели? Грубо говоря, разве что только обматерить, да и то только губами. Никакого другого мандата, кроме права уговаривать и переубеждать у них нет. Так что своим неожиданным выступлением Никол Пашинян стремится решить, в первую очередь, свои личные проблемы на внутриполитическом фронте. Во-первых, он, по сути, заручился народным мандатом на любые свои инициативы по Нагорному Карабаху, поскольку выступил в популистском духе «не отдадим ни пяти земли», что сейчас соответствует настроениям подавляющего большинства его избирателей. Во-вторых, представив себя еще большим патриотом, чем его предшественники, Пашинян выписал себе самому что-то вроде индульгенции за преследование своих политических оппонентов. Известно, что некоторые из них после прихода Пашиняна к власти оказались за решеткой. Ну а в-третьих, обеспечил себе на ближайшее время иммунитет от возможной критики со стороны мирового сообщества. На любые критические заявления в свой адрес глава Армении теперь спокойно может отвечать «Я ведь демократ, как я не могу прислушиваться к мнению народа?» То есть перспективы долгосрочного урегулирования, на подготовку которого были потрачены годы за одну минуту, принесенные Пашиняном в жертву его собственным политическим целям. А что же теперь, посредники? Есть ли надежда, что у них есть план «Б»? Его нет. Да и откуда он возьмется при отсутствии политического диалога между Москвой и Вашингтоном? Все, на что они были способны раньше, они сделали еще в 2000-х при гораздо более благоприятной политической конъюнктуре. Все, на что они способны сейчас, это стоять на страже мадридских принципов. Теперь этих принципов можно считать уже нет. Именно на это и сделал ставку Пашинян, поставив перед армянами, по сути, иезуитский вопрос. Если вы с этими принципами согласны, то я, мол, готов. Ответ он знает. Не согласна. Как не согласны были бы принять эти же принципы и в Азербайджане, если завтра вынести их на референдум? Следует признать, что Пашиняну не нужно урегулирование конфликта. Скорее, ему нужен конфликт, но в морозильник, из которого он будет его извлекать по мере своего желания. Ради личной выгоды, ради власти, ради того, чтобы, называя вещи своими именами, подставить своих оппонентов, подставить посредников и Россию в том числе. Его ставка теперь на то, что в Баку лопнет терпение и наступление апреля 2016 года будет повторено. Но потом опять вмешаются посредники, остановят наступление, а карабахцы прибегут к Пашиняну за защитой. Да и в Армении его авторитет укрепится. Такой вот политический покер. Ради выигрыша в нем можно и не на такую провокацию пойти. Значит, всем и посредникам и соседям следует этих провокаций ждать и ни в коем случае в них не участвовать. Не попадаться в ловушку. Это все внутриармянская игра. Участвовать в ней не нужно. Нужно другое. Спокойно проанализировать новую ситуацию после нанесенного по мадридским принципам удара новые исходные позиции основных игроков и искать решение. Кто ищет, тот всегда найдет обоюдоприемлемое решение.